Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья. Это мой канал «Моя американская история». Наконец-то мы переехали в новый офис и, в принципе, это тема моего видео. В этом видео я хотела бы вам показать офис, в который мы приехали, а также рассказать об организации самого переезда. Потому что я никогда не приезжала здесь, в Соединенных Штатах, ну вот на уровне работы. Приезжала из квартиры в квартиру, да, из квартиры в дом, но никогда этого не делала на работе. Вот я хотела бы вам рассказать о том, как вообще этот переезд организован, сколько он дней занимает, кто этим занимается и так далее. Сказали нам, что мы будем переезжать еще, наверное, за полгода до того, как это случилось. И поэтому нам наша начальница сказала, что мы уже должны начинать упаковаться, то есть упаковывать те вещи, которыми мы не пользуемся. И когда время уже подошло к самому переезду, где-то за два месяца, мы начали упаковывать те вещи, которыми мы уже пользуемся, но оставляли какое-то количество на те два месяца, которые у нас оставалось. Не было вот такого вот стресса, что вот надо каждый день оставаться, упаковываться и все такое. Ну и с одной стороны, то есть все потихонечку. С другой стороны, никто не откладывал это на последний день. Также для переезда были нашей компанией назначены люди. У нас в компании есть люди, которые всем этим занимаются. То есть они нам заказывали коробки, нам приходили, куда мы складывали вещи и все. И тому подобное. Если нам что-то нужно было, мы звонили этим людям, говорили, нам нужно это, это, это. И они нам помогали. Они занимались тем, что они нанимали грузчиков и так далее. Они рассылали нашим клиентам письма, что мы переезжаем. То есть наша задача была только упаковать то, что было в офисе. Мы должны были открыться в понедельник. Поэтому в пятницу, в 3 часа дня мы закрыли свой старый офис. И мы начали упаковывать то, что мы не упаковали. То есть те вещи, которыми мы пользовались включительно до дня переезда. То есть все наши там бумаги, папки и так далее. Вот. И мы это где-то до 5 часов провозились. И все. И в 5 часов нас отпустили. Переезжать уже и распаковываться мы должны были в субботу. Естественно, нам за это заплатили. Так как у нас зарплата почасовая, то и нам за каждый час платят, если мы переработали 40 часов, то и зарплата у нас будет не, там, если мы получаем 10 долларов в час, уже не 10 долларов в час, а 15 долларов в час. То есть нам платят за переработку. И так и получилось, что мы отработали 40 часов в неделю. Те часы, которые мы были в субботу, это уже пошло как овертайм. Поэтому я как-то особо не расстроилась. Тем более, что я и всегда работаю каждую вторую субботу. У нас вот такое вот расписание. Каждую вторую субботу работать. Поэтому я в любом должна была работать. А тут еще такая лафа нам еще и заплатят за овертайм. Вот. В субботу мы пришли где-то к 8.30 в наш старый офис, потому что к этому времени приезжают грузчики. То есть наша компания наняла грузчиков. Они нам сразу сказали, вы, вот мы, которые работаем, вы отвечаете только за то, чтобы запаковать вещи и за то, чтобы распаковать. Все. Никакие коробки. Вы никуда не таскаете. Для этого есть грузчики. Все было очень хорошо организовано. В 8.30 как штуки приехали грузчики, начали грузить эти коробки, которые мы упаковали. Мы, в принципе, где-то часа два, мы абсолютно ничего не делали. Вот вам пример. В этот же день, в субботу, приехала очень большая шишка, upper management. Он, знаете, как бы это сказать, он региональный менеджер. То есть у нас офисы есть в Вирджинии, в Мэриленде, в ДиСи, еще в Вест-Вирджинии, Пенсильвании, там еще Абакара, но это не считается. Но вот в этих трех, да, в Вирджинии, Мэриленд и ДиСи, он начальник над всеми этими офисами, включая мою начальницу, и он, представляете, приехал в субботу, чтобы нам помочь переехать. Я была прожена. Еще приехала еще одна начальница, она не такая большая, как он, но она отвечает за, знаете, operations, за операционные дела всей нашей компании. То есть она тоже, как бы, большая шишка, также приехала нам помочь. В общем, часов до десяти мы просидели вот так вот, ничего не делаем. Потом грузчики, как они работали, они не таскали эти коробки по одной. Что они делали, они, хоть наш офис, вы знаете, я не знаю, минуты-две пешком пройти, они загрузили это все в машину, все коробки привезли, и уже из машины выгрузили, чтобы сразу же все выгрузить. Как только они это сделали, ушло на операционную минуту 30, наверное, максимум. Мы начали распаковываться. В общем, мы в субботу здесь пробыли до трех часов, но нам опять все помогали, абсолютно все работали. И моя начальница, и мы все простые смертные. И вот эта вот шишка наша тоже работала, и другая женщина, которая приехала. В общем, все-все-все нам помогали. Потом, где-то часа за два до того, как мы пошли домой, нам этот шишка сказал, что он нам купит ланч, он нам купил пиццу. То есть мы сказали, какого мы хотим пиццу, что мы хотим пить, колу, кто что, сок, кто что сказал. И в общем, они нас еще и накормили. Мало того, что вертамент заплатили, еще накормили, что здорово. Ну и опять вот это вот общение высшего начальства и нас, эти шишки общаются с нами, с простыми смертными. Говорят, о, ребята, good job, вы молодцы, дай пять, здорово, вы все это классно сделаете. Ну и естественно, все друг друга называют по первому имени. Там, ой, Наташа, молодец, здорово сделала. И я также к нему, например, да, Джон, спасибо, все было здорово, спасибо тебе за помощь. В общем, мне очень нравится, как общаются здесь между собой. Ну и в понедельник, когда мы открывались, приехала уже, знаете, какая шишка, вот есть президент нашей компании, то есть вообще вот самый-самый главный владелец, она вице-президент. Вот она приехала к нам, то же самое, молодцы, вы сделали очень хорошую работу, так держать, я хочу вам купить ланч и так далее. Ну и еще большим сюрпризом было то, что в понедельник, во вторник и в среду нам в течение трех дней наша компания покупала обед, и опять это не просто из какой-то забегаловки дешевой, это не пицца, а уже как бы мы выбирали ресторан, в котором мы хотим заказать, еду, мы там шли онлайн, или звонили, заказывали ресторан, и нам эту еду сюда привозили в наш офис. Было здорово, и да, очень вкусно. Ну, как бы, я не говорю, что ресторан не самый дешевый и не самый дорогой, то есть обычные рестораны на как бы среднем уровне, как все там, типа TJ Fridays, Olive Garden и так далее. Это то, как мы приезжали. Надеюсь, вам было интересно. А сейчас я хотела бы вам показать наш офис, начну, наверное, с того, как я въезжаю в этот офис, потому что у нас парковка в гараже, вот, и также покажу вам наш офис, я вам покажу фрагменты офиса из-за security reasons, из-за безопасности. Так что, если вам интересно, поехали. Подъезжаем к офису, а в офис у нас парковка в гараже. Поворачиваем и заезжаем вот сюда. Сейчас я покажу, как это все делается. Хотя думаю, что от российских городов это не особо отличается. Итак, видите, там нарисован пальчик и кнопочка. Это для клиентов, это для тех, кто здесь не работает. Вот если вы хотите, посмотрите rate, сколько это все стоит. Почасовая парковка. Нам она бесплатна. То есть, клиенты нажимают на кнопочку, берут так называемый тикет и, в зависимости от времени, от того, сколько они здесь в состоянии, потом оплачивают. Нам дали вот такую вот карточку всем работникам. Что мы делаем? Засовываем ее туда. Он как-то считывает и на выходе то же самое. Мы засовываем ее в эту штуку, открывается шлагбаум. Что это такое? И мы уезжаем. Сейчас мы. Паркуемся и идем в офис. В офис можно зайти двумя путями. Есть главный вход, есть задний вход. Нам удобнее заходить с заднего входа. Вот дверь как раз. Ну, а это как раз на выход шлагбаума, или как это называется. Опять. Сюда подъезжаешь, когда уезжаешь с парковки. Засовываешь эту карточку или тикет, платишь и уезжаешь. Я открываю дверь. Ну и вот наш офис. Это так называемая это столовая наша кухонька. У нас тут еще такой беспорядок. Мы не распаковались. Вот. Здесь мы кушаем. Холодильник. Это все уже было здесь. То есть это все купила наша компания. Мы ничего не покупали. Так что это наша столовка. Это женский туалет. Опять у нас все пока разбросано. Следующая. Мужской туалет. Туалет. Здесь storage для людей, которые убирают наш офис. То есть вот все это как бы back area для работников. здесь здесь у нас как бы storage, кладовка. Здесь для IT всякая штука. Всякие штуки. Вот наш офис. Это area для клиентов, которые ждут. Кофе. Офисы. Тут всякие копированные машины и так далее. Еще один офис. Еще офис. Ну и conference room. Conference room. Ну сюда мы вешаем нашу одежду. Так что такой офис не очень большой. Это вид на улицу. вот он. Поэтому когда я говорила, вы слышали такое пи-пи-пи. Это потому что автобусы останавливались и когда они останавливаются они вот этот звук делают пи-пи-пи. Потому что видите как выходит прям на улицу на одну из главных дорог. Ну вот такой вот у нас офис. Когда мы идем на ланч или там в туалет надо сходить мы идем вот сюда. Спасибо большое за внимание. Я надеюсь видео понравилось. Ребята, я обещаю, я обещаю, я сниму урок английского языка. Просто на этой неделе вообще не было времени вот только вот это видео снять. До свидания.